Семь казахстанцев, возвращенных накануне на родину из Сирии, подозревают в причастности к террористической деятельности. Напомню, что 6 января в ходе спецоперации удалось вернуть в страну 47 наших граждан, из которых 30 дети. Все они попали в Сирию с 2012 по 2015 годы. По данным Комитета нацбезопасности, среди них жители Астаны, Алматы, Алматинской, Атыраусской, Западноказахстанской, Карагандинской и Мангостаусской областей. О том, сколько еще казахстанцев остаются в Сирии и когда их вернут на родину, разбиралась моя коллега Фариза Булатбек. Всегда, когда вспоминаю, я плачу. Он мне говорил всегда, мама, ты меня прости, потому что я не знала, что так случится. Вот так Бутагас Махатова вспоминает о сыне, который 7 лет назад уехал учиться в Египет, а затем в Сирию в поисках лучшей жизни. Там же, будучи не женатым, встретил свою супругу, уроженку Актюбинской области. Однако, попав туда и увидев совсем не те условия, что обещали вербовщики, так и не смог вернуться на родину. Он погиб в 2016 году. Теперь Бутагас мечтает увидеть хотя бы свою сноху и трех внуков. Все, что осталось от сына. Моя сноха, она пока там. Многие дети сейчас находятся в окружении, женщины и дети. Они не могут с этого окружения пока выйти. Нам сказали, что они оттуда выбрались, но пока до места назначения, до колкола надо было дойти. Они еще не дошли, они в пути, они идут пешком. И вот так как там боевые действия, там, где заминированы поля, связь держим мы сами со своими детьми, дочерями, снухами. А почему это случилось? По WhatsApp. Всего, по данным Комитета национальной безопасности Казахстана, сейчас в Сирии находятся около 380 взрослых и 500 детей. Когда точно их вернут на родину, еще неизвестно. По словам чекистов, чаще всего казахстанцев вербуют через соцсети. В отношении тех, кто имеет непосредственную причастность к террористической деятельности, на данный момент прорабатываются меры по лишению их гражданства. И сегодня стало известно, что 7 из 47 граждан, которые 6 января вернулись в Казахстан, подозреваются в терроризме. Из полсотни человек, 30 дети. В отношении 6 мужчин и 1 женщины сейчас ведутся досудебные расследования. По подозрению в участии в террористической деятельности. Эти обстоятельства их пребывания за границей будут тщательно нами проверены. Соответственно, решение будет принято, окончательную точку поставить в суд. Все остальные подвергались мерам профилактики, реабилитации с участием гражданского общества, родственников в первую очередь. То есть на данный момент мы какой-то угрозы со стороны этих лиц не видим. Но вот известный казахстанский политолог Марат Шибутов не согласен с тем мнением, что возвращенные из горячих точек казахстанцы не представляют угрозы. Это нехорошо, потому что они же участвовали в казахстанской войне, на стране ИГИЛ, на карабе этих группировок. Смотрите, если мы их просто вот привезем, они тут будут совершать прошутки и пропагандируют. Вот это будет конкретный, очень сильный повал. Сейчас около 40% из числа всех возвращенных казахстанцев из зоны боевых действий привлечены к уголовной ответственности. Статус остальных 60% неизвестен. Как они все будут вести себя в дальнейшем, покажет время. Но радует тот факт, что за последние два с половиной года из Казахстана в регионы Сирии и Ирака никто не уехал. Фариза Булатпека, Эбул Садуов, Атамикен Бизнес.